Праздничное шествие, митинг и салют. В Лобинске отметили 73-ю годовщину Великой Победы. Почти 7 тысяч человек в районе приняли участие в акции «Бессмертный полк». Их взрослые, и дети несли в руках портреты своих предков, защитников Родины. В Лобинском районе отметили День Победы. Основные торжества состоялись на площади Победы. В колонии «Бессмертного полка» в Лобинске прошли 4 800 человек. Празднование 73-й годовщины Победы Великой Отечественной войны началось ранним утром в выставочном зале. Фронтовики, труженики тыла, ветераны вооруженных сил перед началом шествия собрались на чаепитие. Эти минуты дарят радость общения. Наши картилиристы, наша задача идти за передовыми частями, и при налетах мы отражали самолеты. Для меня День Победы – это победа страны, счастья народа советского, что мы выжили, и наши поколения продолжают жить. Это была тяжелая война. Многие миллионы погибли, но они оставили о себе то, что мы сегодня имеем. Мне пришлось большая честь участвовать в параде Победы, посвященной 20-летию Победы в городе-герое Киеве. Это было шествие, это было что-то неузнаваемое чувство радости Победы. И вот мне сегодня очень обидно, что мы сегодня на разных сторонах баррикад. Но я думаю, что все это пройдет, и люди поймут, и мы вместе будем жить, празднув День Победы. Для каждого, наверное, жителя России, и тогда и Украины, и Советского Союза – это День Победы. Это тот день, когда деды и прадеды выходили на фронт, отстаивали Отечество, свою семью, веру. И вот этот год для меня тоже немножко, можно сказать, прискорбен, потому что буквально в субботу я похоронил своего дядя, который воевал, было 92 года ему, тоже, патриарший архидиакон, отец Андрей, который дошел до Берлина, вот, и имеет очень большие заслуги и перед государством, и перед церковью. За чашкой чая теплая беседа и слова поздравлений глава района с наилучшими пожеланиями обратился к главным героям праздника. Здоровья, благополучия, и чтобы все это приносило пользу на сегодняшний день. Мирное небо у нас было, чтобы у нас развивался наш район, чтобы у нас были новые рабочие места, чтобы у нас занималась и развивалась наша молодежь. Все для этого, для будущих поколений. За вас и за великую победу. Председатель районного совета ветеранов зачитала поздравительную телеграмму депутата Госдумы Натальи Костенко, поздравила с днем победы собравшихся и военный комиссар. А в это время уже практически сформировалась колонна для праздничного шествия. Возле восхода к ней присоединились ветераны. И под музыку военного оркестра участники демонстрации направились к площади победы. Больше полутора часов делосшествия, несмотря на дождь. 12 тысяч человек прошли мимо трибуны ветеранов и почетных гостей. Завершилась демонстрация колонной бессмертного полка. Строгие ряды школьников с портретами своих прадедов и тысячи жителей района приняли участие в этой патриотической акции. Никто не забыт и ничто не забыто. Благодарные потомки бережно хранят память о подвигах защитников Родины. На митинге, который состоялся на площади Победы, глава Лобинского района поздравил жителей с годовщиной окончания Великой Отечественной войны, с Днем Победы Советского народа. 73 года назад завершилась Великая Отечественная война. Примите самые искренние поздравления с главным всенародным праздником. Это священный день для каждого из нас. Мы встречаем с радостью за победу и с горечью за то, какой ценой она далась. К микрофону подошли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы. 9 мая 1945 года для нашей страны это не просто дата. Это день героической славы, воинской славы. Сегодня мы скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, умер от ран и болезней. Сегодня мы помним тех, кто давал победу на заводах и фабриках, шахтах, на полях и фермах. Мы гордимся трудовым подвигом советского народа, который восстанавливал нашу страну после войны. Уже 73 года, и мы все, перечитывая страницы вот тех лет, вспоминаем, как тяжело было везде. И на границе, и в тылу, и на поле боя, и охраняя дальние рубежи нашей страны. Все это было тогда очень трудно, и понятно, что потери были тоже громадные. Мы хотим вспоминать, вспоминаем и будем вспоминать. Поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы. Желаю счастья, здоровья, мира и добра. Все участники митинга говорили в этот день о силе духа советских солдат и офицеров, о вкладе тех, кто помогал фронту в тылу, и о победе, которая досталась ценой миллионов жизней. С днем Великой Победы, с днем Славной Победы, спасибо тебе, советский солдат, что всему миру ты сказал, никогда не приходите на русскую землю. Спасибо тебе, что ты водрузил знамя Победы над поверженным Рейхстагом. В Алабинском районе осталось 59 участников Великой Отечественной войны. К ним с трибуны обратился Виктор Минович Якушев. Ветеран и в этот день сказал стихами. Уважаемые фронтовики, мы помним, в 41-м на рассвете фашисты помпили наши города. Тревоги женщины и дети. Так началась война тогда. Мы защищаясь от хобилий, врагов армада шла на нас, но мы резервы накопили, и побеждать пришел наш час. Конечно же, подрастающее поколение, воспитанное на примерах патриотизма, интересующиеся историей своей страны, ценит подвиги своих дедов и прадедов. Выпускник девятой школы сказал от имени лобинской молодежи. Хочу со словами глубокой благодарности обратиться к ветеранам-солдатам, защитившим нашу родину от врага, к бабшим и ныне живущим, к рабочим и колхозникам, отдавшим все для фронта. Спасибо вам за ваш ратный подвиг. Мы никогда не забудем ужасы той войны, тяготы и лишения тружеников тыла. Мы всегда будем помнить о партизанской войне, всех тех, кто освободил мир от фашистского имя. Дорогие ветераны, примите от нас, ваших правнуков, горячую благодарность, искреннюю любовь и внимание, уважение и заботу. В церемонии возложения венков и цветов приняли участие сотни горожан и гостей Лобинска, среди них глава района, глава города и депутаты. Цветы легли к вечному огню. На братском захоронении, где покоятся 1316 мирных жителей, погибших в годы оккупации, ученики пятой школы выстроились живым коридором. Мемориал посетили первые лица, возложили венки и цветы. Сегодня у нас по-настоящему главный государственный праздник, он такой всенародный, вселюбимый и отмечается с душой. С таким народом, с таким духом, с такой волей у нас обязательно все получится. А если будет такая масштабная, массовая и такая искренняя поддержка людей, тогда она как бы вдвойне темпы будет. Поэтому я хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех дружников тыла, всех наших жителей и гостей нашего района с этим святым днем. В этом году Кубань отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. До мая 45-го жители края продолжили громить врага, освобождая другие территории. Конечно же, это были тяжелые бои, большие потери были личного состава. Но тем не менее, Кубань была освобождена и приступила к мирному возрождению народного хозяйства. И впоследствии, конечно, Кубань внесла большую лепту в снабжение действующих фронтовых частей продуктами питания, обмундированием, ну то есть всем необходимым, все, что необходимо для солдата. Хочу сказать, что беспокоит, я думаю, всех патриотов, политологов, людей, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Это извращение истории, которое происходит практически во всех европейских странах, в США в частности. Вот недавно был товарищ в Америке, привез оттуда тематический журнал, посвященный Второй мировой войне. Ни слова о Советском Союзе, о том, что победил Советский Союз, пишут, что США и Англия. Нет, даже на снимке вырезали Иосифа Виссарионовича Сталина, когда Ялтинская встреча была. То есть взяли, вырезали Сталина, то есть Рузвельт и Черчилль решили всю Вторую мировую войну. Поэтому, конечно, страшно становится, если вот эти планы по искажению истории Второй мировой войны, о роли Советского Союза в победе над фашизмом, все эти планы воплотятся в жизнь. То, как отмечают День Победы, сегодня говорит о сохранении исторической правды. Жители считают этот праздник главным. Ведь война коснулась каждой семьи и взрослое поколение воспитывает молодежь в духе патриотизма, что сегодня очень важно. В мероприятиях в честь Дня Победы ежегодно принимают участие представители всех возрастов. И в этом году их было десятки тысяч человек. Праздничные митинги и концерты прошли во всех поселениях Лобинского района. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». После шествия и митинга на площади Победы в парке гостеприимно открылась полевая кухня. Ветераны войны и труженики тыла собрались за праздничными столами, чтобы отведать солдатской каши и выпить фронтовые 100 граммов. В этом году власти постарались добавить новизны в празднование Дня Победы. Впервые жители увидели красочный салют, в дневное время смогли посетить фотозоны. Обо всем этом Татьяна Щукина. Полевая кухня – неотъемлемая составляющая праздника. Это возможность окунуться в атмосферу боевого братства и проникнуться радостью победы. За столом ветераны, тыловики, сопровождающие. Фронтовики в этот день вспоминали боевых товарищей, не вернувшихся с поля боя и ушедших в послевоенные годы. И те чувства, которые подарила им в 1945 году Победа. Такое было радость. Обнимали и плакали солдаты. И радовались. Радость праздника с ветеранами разделил и глава района. Вместительные палатки, специально развернутые для полевой кухни, желающие отведать солдатской каши, посещали в несколько заходов. Ощутить военные романтики захотели в этот день многие. Солдатская каша, гречка и тушенка, вкусная и питательная. Именно такую кашу ели наши деды и прадеды на фронте. Простые продукты, незамысловатый рецепт. Но приготовленная с дымком, каша ушла за считанные часы. Готовил ее Георгий Райбули, повар войсковой части с 35-летним стажем. 32 килограмма гречки был вложен, 26 килограмма консервы мясной и говядины, и 6 килограмм масла. Естественно, был добавлен соли. Соли ушли полтора килограмма. Накормлено было почти 400 граждан России, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Смуглянка, венский вальс, землянки. Жители и гости Лобинска услышали любимые песни военных и послевоенных лет. Атмосфера праздника заряжала всех посетивших Площадь Победы. Сегодня замечательный праздник для всех, наверное, для всей России. Вот мне выпала такая приятная миссия побывать в сладком и в розовом, побывать на митинге. Очень много детишек, очень много бессмертного полка с фотографиями, с реальными. Люди знают, люди помнят. И вот эта традиция передать память о погибших, память о великих воинах, о великой победе, это очень важно. И такой замечательный праздник. Даже погода смела над нами, и дождь перестал. Начался митинг, люди довольны. Настолько это здорово. Замечательный праздник. С Днем Победы. Дай Бог, чтобы наши внуки и дети никогда в жизни не видели то, что было в 41-45 году. Вам, дай Бог, здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы ангел-хранитель был с вами всю жизнь. Мы будем чтить и помнить, пока мы живы. Это самый главный праздник нашей страны, День Победы. Мы очень благодарны, что живем под мирным небом. Будем всегда чтить и помнить о тех, кто не вернулся с поля сражений. И думаю, что мы, наше поколение, наши дети будут все делать для того, чтобы был мир на земле. Великий праздник. Праздник самый лучший в нашей стране. Это первое. Второе. Честь, хвала нашему Путину, который возродил снова армию нашу, который защитит наш родин навсегда, во все времена. Сегодня пришел с ребенком поздравить всех ветеранов, поддержать их праздник. Многие пришли в этот день с детьми, которые с юных лет, приобщаясь к великому празднику, уже многое могут о нем рассказать. Настя Безмоленко специально для ветеранов выучила стихотворение. Мойский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. В Парке Победы организовали фотозоны, где каждый мог сфотографироваться в обстановке военных лет. В одной из них мы встретили Елену Душину, внучку участника Великой Отечественной войны Александра Архиповича Семеняченко, который в этом году отмечает вековой юбилей. В данный момент наш дедушка приехал в Лобинск. Он долгое время жил в городе Лобинске. А последние шесть лет живет у своей дочки в станице Ленинградской. Он является инвалид и участник Великой Отечественной войны. Он и награжден орденом Александра Невского. Участвовал в операции «Багратион». Очень рад, что каждое 9 мая старается приезжать в наш родной любимый город. Хочу поздравить всех с самым великим праздником для нашей страны, для нашей Родины. Слава, вечная память погибшим на этой Великой войне. И дай Бог здоровья всем ветеранам, детям войны, участникам войны. Мирного неба и счастья. В честь главного государственного праздника впервые небо над площадью Победы озарилось красочным салютом. Татьяна Щукина, Георгий Сопов и Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Ну а вечером, несмотря на дождь, состоялся праздничный концерт, звучит под городом Победа. На сцене возле городского дома культуры несколько часов выступали творческие коллективы, в том числе гости из Краснодара и Ставрополя. Послушать песни и посмотреть на танцевальные номера пришли 3000 человек. Подарком всем в честь Дня Победы стал праздничный салют. Этот день Победы порохом пропал. Это праздник с седелою на висках. Это радость со слезами на глазах. Это был самый красивый и мощный салют, говорили те, кто его видел вживую и на экранах телевизоров. Наша телекомпания вела прямую трансляцию. И на следующий день горожане продолжали делиться впечатлениями. 10 мая в Лобинском районе в станице Ахметовской начался второй пасхальный крестный ход Армавирской епархии. Он продлится пять дней. За это время колонна верующих посетит несколько станиц. 11 мая в 8 утра крестоходцы побывают на службе в Каладжинской, 12 в Засовской. Позже к ним присоединится колонна из Упорной, Мостовского и Атраньского районов. 13 мая в храмах станиц Владимирской, Вознесенской и Чемлыкской пройдут литургии. А 14 мая в 8 часов в храме Александра Невского будет совершен молебен. Участники хода направятся к соборному храму Успении Пресвятой Богородицы. Здесь все ветви объединятся в одну колонну, которая проследует Свято-Никольскому храму и далее в Курганинский район. Это все новости. Сразу после рекламы Ирина Берекова познакомит с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok